Ну что, пришло время поведать вам про один проект, которым мы успели хлопнуть в Питере с пацанами. Он заключался в том, что мы в этот раз решили поработать зеркалами и кислотами. Будем вытравливать разные изображения. Я выбрал девушек, которые приехали на выставку АУ в музей стрит-арта. Одну из них зовут Диана. Она фотограф и такой нехуёвый. Но в этот раз фоткать будут ее. Я хочу, чтобы лицо было ровно смотрело. Мы его спозиционируем. Так вот? Не-не-не. Просто на меня смотрю. Так? Да. Поменяю немножко позицию. Чтобы освещение другое было. Вот лучше вообще, если тебе чуть туда вмяться, чтобы... Ну и не закрывать комплект. Да-да-да. Да-да-да. Ну, короче, ты мне обладал максимум больше светлого. Да, повернись, пожалуйста, ко мне. Так? Да. Готово. Из этих снимков я сделаю трафарет, с помощью которых перенесу ее лик на зеркало. А это Вероника. Я буду делать снимок твоего лица. Я сделаю много снимков, пока тебе не понравится. Она тоже приехала в музей стрит-арта поснимать влоги. Ссылочку на ее канал вы, само собой, найдете в описании. И, кстати, на инстаграм Дианы в том числе тоже. Ой, такое недовольное лицо. Есть. Не, давай я чуть-чуть как будто улыбаюсь. Давай, легко. Чтобы было повеселее. Или это грустные картины, грустные работы. Не знаю, это зеркало. Сложно как-то сказать. По-моему, классные. Ну, как вариант. Вот это уж прикольно. Да, вот это норм. Тебе нравится? Ну, типа, не особо, но... Это прикольно. Давай ее. Ну, давай эту оставим. Все, огонь. Хотя у меня там большой нос получился. Ну, ладно, сойдет. Нормально. На, я думаю, картинке другой будет, типа, нормально. Парки Горького были аттракционы. Раньше это когда? Ну, блин, когда? Конец 90-х, начало нулевых. О, я тогда точно Москву не знала. Я Москву знала 4 года назад. Я тут был в центре туда. Там очутилась. Кстати, я снимала музей гараж. Вообще классное место. Это музей Абрамовича, на самом деле. И все, что там происходит, это суперкруто для ребят. Потому что на первом этаже этого музея там просто ребята чилят, приходят там полежать, не знаю, посидеть. В эти дни, кстати, проходил Петербургский международный экономический форум. Хотела бы туда? Куда? К ним. Я думала, что я там, где мне нужно быть. О, ну смотри, я могу поснимать. Ты порассказываешь о своих впечатлениях, что он боливый больных. Не, не, мне так не нравится. Я лучше расскажу у себя. Давай. Давай. Пока, до завтра. Пока. Пока. 273 рубля. Будьте добры, еще лупы для пайки. Ну и когда материал был уже на руках, мы отправились за химикатами. Которая за три сутки. Проблематично что-то сломали. Всем затарились и погнали к Женьку на квартиру. Учитывая, что мы не будем так заморачиваться, просто нальем сверху и все. Пары. Пары, да. Пары. А почему пары? Формулу или фирму? Формула. Фирму. А. У уксусной кислоты константной диссоциации типа в разы больше. Круто. Что это значит? Она кислотнее. Тогда получается это безопасно? Ну, нет. Она менее кислотная, чем уксусная кислота. А что? Да. Ну, у тебя уксусная кислота все равно будет там. Тогда я сейчас еще с серной диссоциации срезаю. Нет. Нет, нельзя. Ну, вообще можно когда-то отрезать. А где нитка? Ну, она у тебя, походу, на протяжении уже последних двух видосов. А почему серной кислоты константной диссоциации это минус три? Я нитку срезаю. Бровки удаляю. Бровки удаляю, да. Давайте разберемся, мы не сдохнем или как нам? Нет, мы не сдохнем. Ты уверен? Я такую хуйню делал уже много раз. Но тебе не скажешь, что это очень здорово. Ты даже маску носишь из-за этого. Ну да, у меня там язвы, вот это сипилис. Ожоги от кислоты. Да, нет, нет. Это так. Да? Одну пару? Я тут вот сипсой смотрел про этот. Про щелочек. Да, супер щелочек. Да, и вот я что-то теперь подозрительно отношусь ко всем этим штукам. Просто, чтобы было понятно, чем тут занимаемся. Дрочим друг другу. В шапках ебус с мужиками. Никакой ручной работы. В этот раз техника все будет делать за нас. Плотер, ёпты. Бездушная машина, не допускающая никаких оплошностей. Долго спорили, но я все равно отстаиваю, что выборка трафаретов вручную – это друшная тема. В оплошностях заключается стиль. А машина вырезает все подряд. Плоть до пикселей. Наметанный глаз легко замечает такие мелочи. Но базара нет. Плотер все делает в разы быстрее. Ну, все место создания вы можете пронаблюдать на канале в маске. Прямо сейчас прыгайте по подсказке и смотрите, как мутились эти зеркала. Мегалампово тогда посидели. Всегда интересно попробовать новую технику. Каждый из нас делал по парочке экземпляров. Ну и все, погнали в путь. Начинается самое интересное. Крепим по старинке на жидкие гвозди. У Ростика остались какие-то краполя. Вот и дело. Так. Честно, мне ебало просто. Палица нет. Хорошо. Я не знаю, как правильно заснять конечный результат. Зеркала крайне капризные для съемок. На этом написано «Смотри на меня» и Вероника. Зеркала сами по себе так-то ни хера не легкие. И прошли мы тогда прилично. Рассматривали буквально каждый угол. Блядь, испачивался на авто. Это я еще ее обрезал, чтобы было удобнее. Сейчас она просто отваливается. Блядь, я тебе ее для камеры дал, а ты ее тут, ну... Добью. Чисто ракурс, чисто ракурс с камеронаблюдением. Блядь, мы не подумали про камеронаблюдение, пацаны. Блядь, вот за зеркала тебя точно искать будут, братан. Ух! На всем похуй, это арт-объект. Повторюсь, и не раз. Хуй найдешь нужный ракурс. Давайте попробуем. Следующая точка. Пускай край. Я с доской туда пойду, вы же понимаете. Нет. Мы можем же и кайф поставить. Хорош, хорош, много, много, много. Я думаю, это за лучше, вряд ли, чуваки, сейчас. Не-не-не, куда-куда? Ну, человек же должен смотреть, вот. Нет, сюда. Почему? Потому что, ребята, стилево. Это стрит-арт. Чего вообще раз концепция? В том, чтобы этой плиточкой дополнить разъебанный угол. То есть, видишь, там идет фасад отколотый? Да. Я как бы дополняю этой плиточкой, потому что я восстанавливаю, типа. А фары в глаза не будут фигачить? Ну, отражения не будут фигачить? Вообще не, да, я знаю. Там же угол какой, смотри. Так, первая реакция, смотри. Да им похуй вообще. Какая, пизду, первая реакция. Ты что, ровнешь? Не, ночной Питер, конечно, бесподобный. Я влюблен. Следующая точка, прям как раз напротив граффити-маркета. Клеим котик. Все? Нет, нет. Ты думаешь? Повози туда-сюда. Да, нет, наверное. Я еще на Белые ночи попал. Вот они только начинаются. С максимальным теплом вспоминайте приключения. У нас 30 минут осталось. Тоже, что ты рисуешь, тоже бакуешь. Вот постоянно что-то красить. У нас всего ядеричную? Ну, так ли ядеричную. Так, точите в лом обратно. Выкиньте в него, блядь, я не знаю. Под конец уже над EP издействовали. Сил не осталось. Ей-богу, бессонные деньки выдались тогда. Но сейчас у нас появилась замечательная возможность посмотреть, что с ними стало через пару дней. Я видос слышу. Вездесущий теггинг. Ну, такой, лояльный. Аккуратно вокруг изображения. Нормальный интерактив. Прям как надо. Кстати, сейчас в инсту выкидываю новый проект. Давайте посмотрим. А если сам что-то создаешь, то смело скидывай на стенку в группу ВК. В предложку. Там народ заценит и по факту откомментирует. Видосику лайчонок и подписку на канал обязательно. Все, обнял. Продолжение следует...